Здравствуйте, девочки и мальчики! Я рад приветствовать всех вас в Центральной детской библиотеке. Ой, а мы же с вами не познакомились. Знаете, кто я? Как знаете? Точно, я зайчонок Карлхин, и приехал я к вам издалека. Приехал не просто так, а вместе с замечательной выставкой «Всё это семья!» Благодаря институту имени Гёте в Минске, любой желающий может посетить её онлайн. И насладиться иллюстрациями книг самых известных авторов. Книги про меня здесь тоже есть. Но это я отвлёкся. Итак, меня зовут Карлхин, и меня придумала и нарисовала немецкая писательница и иллюстратор Ротраут Сезанна Бернер. Про меня написана целая серия книг, и переведены они на многие языки мира. Это так приятно, когда ребята из разных стран тебя узнают. А моя книжная мама, она самая-самая лучшая, самая талантливая. Она нарисовала столько интересных книг, что даже самые маленькие зайчата, ой, ребята, конечно, ребята, любят подолгу рассматривать в имя льпучей госпожи Бернер. Благодаря книгам о порах года, летнее, весеннее, зимнее, ну и другие, малыши получают свои первые знания о природе. Для того, чтобы так красиво рисовать, госпожа Бернер долго и усердно училась в немецких университетах. А ещё у Ротраут Сезанны Бернер много-много наград, в том числе и международных, по литературе и искусству. А это значит, что не только зайчата и ребята считают её самой-самой лучшей, но и взрослые, дяденьки и тётеньки. Так вот, а вы читали книги про мои приключения? Ну, например, как «Мама каждое утро меня обудит» или «Как в нашей семье появилась малышка». А может, вы читали «Как здорово я играю в футбол!» Сегодня вы узнаете ещё одну историю. Какую? Это сюрприз! Итак, устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем! Ротраут Сезанны Бернер С днём рождения, Карлхин! Сегодня у Карлхина день рождения. С самого утра все его поздравляют и дарят подарки. «Поздравляю, Карлхин!» говорит мама и протягивает ему круглый свёрток. «Вот наш с папой подарок!» Карлхин разворачивает упаковку и достаёт красный защитный шлем. «Поздравляем, Карлхин!» говорит папа. «Ого! Кажется, в дверь позвонили. Открой, пожалуйста!» Карлхин кладёт шлем на комод и идёт открывать. «С днём рождения, Карлхин!» говорит бабушка Никель и протягивает непонятную красную доску. «Спасибо, бабуля!» Карлхин удивлённо пожимает плечами и кладёт доску на комод возле шлема. «Кажется, в дверь снова позвонили!» говорит мама. «Посмотри, кто там, Карлхин!» Карлхин открывает дверь. «Привет! Поздравляем!» хором кричат Фридрих и Вильгельм. «Мы тебе кое-что принесли!» говорят они и протягивают Карлхину два одинаковых синих кругляша. «Спасибо!» благодарит Карлхин и удивляется ещё больше. Он кладёт кругляши на комод рядом со шлемом и доской. «Хм, странно!» думает он. «Зачем мне всё это?» «Нам, кажется, в дверь позвонили!» говорят Фридрих и Вильгельм. «Открывай, Карлхин!» и Карлхин снова идёт открывать. «Привет, Карлхин! С днём рождения!» говорит кузина Кэти. «Держи! Это тебе!» и она протягивает Карлхину две палки, синюю и красную. «Хм, спасибо!» удивлённо бормочет Карлхин и кладёт обе палки на комод рядом с кругляшами, доской и шлемом. Наконец, все садятся за стол. Папа разливает какао, и каждый гость получает по большому куску морковного пирога. «С днём рождения тебя!» «С днём рождения тебя!» поют все хором. «А где же мама?» спрашивает Карлхин. «У неё срочное дело», говорит папа. «Очень важное!» А ещё через минуту папа громко объявляет. «Внимание! Внимание! Встречайте главный сюрприз!» И тут в столовую въезжает мама на красном самокате с красным рулём и синими колёсами. Правда, шлем ей слегка маловат. «Спасибо!» кричит Карлхин и колесит вокруг праздничного стола. «О таком подарке я и мечтал!» «С днём рождения тебя!» «С днём рождения тебя!» Ну как, вам понравилась наша история? Я так люблю день рождения! «Особенно подарки!» Предлагаю всем вам поучаствовать в конкурсе от Центральной детской библиотеки и Института имени Гёбе в Минске. Нарисуйте для меня сюрприз. Открытку или рисунок мне будет очень приятно! Чёрнём всё! Чёрнём всё! Чёрнём всё! Расслёв, Повторяй, всё! Коц ! Хё плятся! Sёмётся!